Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная озбука. Сегодня 7 апреля, я сегодня коротко так быстро отвечаю на вопросы своих зрителей, прям не выходя с огорода, потому что сейчас я большую часть дня здесь и нахожусь. Я уже ответила на вопрос Ларисы Гатаулиной, нужно ли чем-либо подкамливать, потом ответила на вопрос Татьяны Якимовой про автоматические форточки. И сейчас самый актуальный вопрос у нас, конечно, ой, подождите-ка, так, у меня тут чисто женский стиль вместе с вопросами в список продуктов, которые нужно купить. Так, сейчас, подождите, все бумажки сгребла. Вот, смотрите, Татьяна Гончарова спрашивает, расскажите про греющую ленту. Спрашивает также Татьяна Попова, и всех не буду перечислять, сейчас самый актуальный вопрос, это подогрев грунта, греющие ленты. И если в прошлом году, когда я устанавливала их, я вам говорила, что я ничего определенного сказать не могу, я еще не пробовала, у меня у самой первый опыт, то сейчас у меня уже какое-то частичное мнение о нем сложилось, и я могу сказать уже не голословно, а вот показав результаты своего труда. У нас сегодня теплая погода, и это дает нам возможность посмотреть, посмотрите, сейчас я приближу вон там, вдалеке, у нас лежат сугробы. Ой, сейчас прикроет дверь. Я сейчас приближу, вы посмотрите сугробы, а потом опять удалимся. Видите, у нас еще лежит снег. Ну, ясно, что 7 апреля в сибирском регионе у нас не всегда тепло. Я уже вчера говорила, что только подогрев грунта позволил мне в это время высадиться уже в теплицу и иметь такие роскошные, взрослые растения томатов, которые уже с бутонами и которые вот-вот зацветут. Ну, прям не сегодня, а завтра, дня через 2-3, если будет такая солнечная погода, мы увидим цветущие томаты. Начну с самого начала. Если кто-то вот сейчас пишет, ой, я мечтаю тоже вот греющие ленты купить, то я о таких лентах даже и не мечтала, потому что я просто не знала о их существовании. Я все время провожу большую часть свою в огороде. Если честно, видеоролики других блогеров смотрю редко. И вот эти вот все новости развития цивилизации, вот эти всякие продукты, которые дает усовершенствованный, я сильно не знаю. И вот когда у меня появился канал, благодаря этому каналу начали стекаться туда вот эти всякие сообщения, люди делятся между собой, и я все это читаю на усмотаю. И в одном из комментариев я увидела, что у кого-то есть такая система подогрева, что можно закопать в землю, подогреть и высадить рано. Меня это очень заинтересовало, кто уже давно на моем канале, тот знает, что я за любые вот эти вот какие-то эксперименты охота попробовать, а вдруг и у меня получится. У меня, я еще раз напомню, Сибирский регион, и раньше, конца апреля, начало мая, мы никогда не высаживали, но лично я. А у некоторых моих соседей вообще даже теплицы нету. У меня теплицы это давно, все я все их возможности уже выдавила с них, испытала, а хочется же еще больше. И тут я вот это увидела и думаю, ну-ка я попробую. И я сейчас вот в описании к этому видео скину все прошлогодние ссылки, как мы устанавливали, как искала. Но я скажу коротко, я выпустила видео и попросила зрителей поделиться, у кого какой обогрев грунта. И из всех обогревов, там кто-то водяное отопление проводит, кто-то печку топит, кто-то еще как-то все это закапывает туда. Какой-то дорогой, какой-то физически мне был не по силам, потому что нужно много вот трудозатрат. Я выбрала подогрев грунта, который посоветовала Елена Машенькина. Еще мне понравилось, что она живет на севере, вообще на крутом севере, чуть ли не в Норильске, не помню, извините, город. И она говорит, что они уже в марте начинают работать теплицы, все это выращивать. Мне как-то, ну я не то, что не поверилась, я верю всем людям, которые пишут. Мне стало это очень удивительно, я решила остановиться именно на этих греющих лентах. Греющие ленты заводские. Подождите, потом коробку покажу, далеко она у меня. Греющие ленты заводские, именно что мне понравилось, что они полностью уже готовы, их просто закопать и включить, все. И еще мне что понравилось, тут вот я говорю, что в одном месте, вот в этом у нас другой вид отопления, там кабель мы ложим вот так. Но его я вам советовать не могу, потому что у меня нет никаких инструкций по его изготовлению. Мы просто сами наобум купили этот кабель, спросили в магазине можно или нет, продавец сказал, не знаю, попробуйте. Мы попробовали, положили, вроде тоже работает. Но точных инструкций к нему нет, никаких гарантий на него нет, ничего на него нет. Я сейчас буду говорить о заводском, на который есть гарантии, на который есть заводской производитель, на который есть все описания, все-все-все. Это вот эта греющая лента, которая именно создана специально для обогрева грунта в теплицах. Нет, все-таки, сейчас я коробку покажу, подождите. Елена Машенькина мне тоже, вот, к которой я обратилась, говорю, а вы подскажите, где вы вот такие ленты купили, все, которые мне понравились. Она мне дала ссылку вот на эту фирму, которая высылает. Вот, все объяснила, там указан телефон и все. И вот сейчас у меня, когда спрашивают, где вы покупали, как, я тоже скину эту ссылку и дам все данные предприятия. Пришла вот такая красивая коробочка. Видите? Именно вот так выглядит вот белый шнур лента. Он похож на этот, на рукав пожарный, вот на щитах висят пожарные рукава, но только они двухслойные разбираются, она однослойная. И написано, нагревательная лента для обогрева почвы в теплицах, парниках, зимних садах. Где-то, подожди. А, вот. И на боку написано, для обогрева почвы и при грунтового воздуха. Что это значит, я поняла только в этом году. Смотрите, я когда ее нагрела, сейчас я накрываю дуги, и вот то тепло, которое земля нагрела, она ночью так выпускает, вот так дает растениям, и они не замерзают. Дальше вот. Я выбрала тип обогрева. Я написала туда. Сказали, что предварительный расчет, деньги выслала, мне прислали. Мне понравилась эта лента тем, что ее можно закопать уже в готовые высокие грядки, потому что она вот эта вот полоска, мы вот ложили, клали, укладывали вот так ровно. Можно укладывать вот так вот, как-то волнисто, но там в инструкции все написано. Если кто-то заинтересуется, смотрите прошлогоднее видео, там технические характеристики, там все, все, все. Сразу скажу, что по стоимости и эта сторона, и эта вышла одинаково, около 6 тысяч рублей, но это в укладке проще, это сложнее монтировать, и это не знаешь, что от нее ожидать. Мы когда включали, мы даже боялись, как она себя поведет, что там наш самодельный вот этот змеевик, который мы уложили. Про эту я не боялась, я знала, что у нее есть гарантийный талон. Если что-то с ней случится, я ее как спешусь вот с этой фирмой, которая мне дала, я ее верну назад или вернут деньги. После этого многие обращались ко мне, что вы не боялись отправить деньги неизвестно куда, а вдруг не вышлют. Но я сказала, что я-то отправляла уже тоже по рекомендации одной из зрительниц, она уже этот путь прошла, ее не обманули. И я пошла вслед за ней, проторенной дорожкой. Вслед за мной купила еще одна зрительница и сказала, что очень быстро прислали ленту, прям буквально за неделю. Кто-то, кто живет прям в Екатеринбурге, они пошли туда, прям в эту вуральскую усадьбу, там у них есть, не знаю, какой адрес, не помню, посмотрите в описании к видео. Они прошли прям туда, купили. И вот мое первое впечатление. Конечно, если бы не подогрев грунта, ну буду сейчас говорить, ладно, про обои, это только без названия у нас, а это вот греющая лента от уральской усадьбы. Если бы не подогрев грунта, естественно, ни о какой высадке в конце марта и речи бы быть не могло. Вот в начале апреля ясно, что я не могла бы здесь их оставлять, надолго ночевать, потому что самое главное, это то, что я изначально подогрела грунт. Я уже говорила, что солнца у нас всегда весной хватает, но мы не высаживаем, потому что у нас земля очень долго холодная. Начинаешь туда запихивать корни, все, они останавливаются, недели две стоят. И потом это не проходит, возможно, безвозвратно, но как, все равно растения могут быть корневые, гнили, могут заболеть, все. Все мы это уже проходили, и поэтому вот в ту теплицу, где нет подогрева грунта, я только начинаю ее готовить, несмотря, что погода хорошая, все, все-таки земля у нас промерзает. Но нынче нам повезло, у нас была теплая зима, и в этом году я и ту теплицу немного пораньше высажу, но все-таки в конце марта никогда я не высаживала, мне даже в голову не приходило. Вот первый результат. Многие, когда я высаживала, говорили, ну не многие, там несколько было комментариев, что сейчас-то показывать, когда вы высаживаете, вы покажите через неделю. Вот, 28-го первая была высадка, 29-е, 30-е, 31-е, 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е, 7-е. Прошло 10 дней. Рассада прет как на дрожжах, благоухает. Теперь все зависит от меня, насколько я буду внимательна, насколько я буду, как сказать, вот эту мониторить, эту внимательную температуру, подстраиваться под нее, создавать им условия. Но самое главное, старт вот этот благополучный, эта греющая лента мне дала. Я, если честно, мечтаю, вот сейчас новую теплицу заказала, мечтаю и в ту теплицу тоже установить греющую ленту. Если я еще в мае получу спелые помидоры, это счастье не будет вообще предела. Сейчас сижу среди сугробов, и все у меня здесь растет, благоухает. А вдруг на будущий год, если раньше начать, может быть, сидя среди сугробов, можно и спелые плоды увидеть? Все в наших руках. Желаю всем удачи. Если кто-то хочет попробовать вот греющую ленту, одна она стоит 3, по-моему, тысячи, на одну грядку, на одну штучку. А, еще хочу сказать, что она вышла не так уж дорого, потому что я вот эту вот грела всего за полторы суток. Она нагрелась до 15 градусов, я ее отключила, и дальше мне уже солнце помогло. У нас нынче благоприятная погода, которая прям, ну, помогает мне очень сильно хорошо. Если кто-то хочет попробовать, я думаю, что рискнуть стоит. Даже если, например, ну как, ну я не знаю, что может не получиться. Может быть, покажется дорого, ну, как-то экономно. Я вот, видите, я же тоже, она у меня сейчас не работает, вот эта греющая лента. Я изначально для высадки согрела, а теперь вот дугами, пленками, у меня как режим экономии, все, что днем солнце нагреет, я стараюсь сохранить. Но я всегда знаю, что на случай пасмурной погоды, на случай возврата заморозков, у меня всегда есть подстраховка. Это вот греющая лента для обогрева грунта. И я теперь не боюсь за свои саженцы. Раньше я как высаживала, и с тревогой всегда думаешь о холодном периоде. Вот в том году нас завалило снегом, все. Да, воздух-то мы можем подогреть. Но если будет несколько дней, вот затяжной вот этот холод, земля, конечно, она остывает, когда нет солнца. А тут хоп, и подогрев грунта. Ну, я, по крайней мере, довольна. Не знаю, может быть, другие зрители тоже напишут комментарии, у кого именно вот такая вот греющая лента. Ой, сейчас, подождите. У кого именно такая греющая лента. И очень интересно, еще раз попросила бы я вот Елену Машенькину написать комментарий, именно потому что у нее очень жесточайшие северные условия. Ладно, у меня там юг Сибири, как говорят, Алтайский край, вроде здесь погода хорошая. Но люди ведь с такими выращивают и на севере. А один мужчина сказал, что это не новинка. Мы, говорит, с 80-х годов греемся такими лентами, и до сих пор работают. Вот его бы тоже хотелось услышать. Представьте, что это 40 лет греющая лента работает. Реально это или нет. Ну, все, до свидания. Меня надо останавливать. Я когда начинаю на интересующие меня темы говорить, птица говорун, меня не переслушаешь. Это я знаю, это мой недостаток. Каюсь. Все, до свидания. Зрительница, которая мне посоветовала приобрести именно эту обогревательную ленту, дала мне вот такую ссылку. И я сначала позвонила вот по этому телефону. Так, ее... Ага, я с Натальей Алексеевной разговаривала. Позвонила вот по этому телефону, уточнила все нюансы там, про метраж, про стоимость, про все. Договорилась с ними и решила сделать заказ. Потом я сделала заказ. Мне прислали вот такое вот письмо на почту, что нагревательная лента отправлена и номер почтового отправления, код. Все, я получила ленту. Сейчас я сфотографирую вот эту ссылку и в описании к видео добавлю. Кого интересует, можете звонить, узнавать, потому что ясно, что в моих видеороликах нет таких подробностей. Я вот, например, интересовалась, как лучше положить напрямую или вот зигзагами такими. Мне объяснили, что если одна, то лучше зигзагами, а если напрямую, то лучше две. Поэтому я вот на грядку метр двадцать уложила две прямых ленты. Ну все, кому нужно, узнавайте у них у самих.